ДИНАМО БЕЖИТ Все бегут. Всесоюзное физкультурно-спортивное общество Динамо уже 90 лет является одним из флагманов отечественного массового спорта. Одним из первых оно появилось и в Оренбурге, подарив нашему городу целую плеяду талантливых тренеров, воспитанники которых добивались немалых успехов на областных, всероссийских и всесоюзных соревнованиях, тем самым обогащая золотую копилку физкультурного общества Динамо. О прошлом и настоящем обществе, которое в наши дни как никогда нуждается в помощи и поддержке областного правительства, расскажем в сегодняшнем выпуске программы «Область 56». Динамо Что такое Динамо, этот человек, пожалуй, знает лучше всех. Динамо ведь со стажем, ветеран физкультурно-спортивного общества и легенда Оренбургского бокса Арнольд Григорьевич Жданов пришел в общество в далеком 1948 году. И с тех пор является примером и хранителем славных спортивных традиций для начинающих динамовцев. Приглашали в Ленинград тренером работать. После трудовые резервы приглашали, но никуда я не пошел. Я все в Динамо. То есть вот по памяти, как в 1948 году я пришел, по сути дела, да, ну и не уходил, только вот в армию. И ровно, ну 60-х годов, 60-го года, на протяжении, у меня стажа вот так вот, все, беспрерывного, это 60 лет. 60 лет. Вот мне 80 лет уже, 9-й десяток. Я, конечно, без Динамо я вообще не представлял себя. Уровень развития спорта и материально-техническая база в середине прошлого века оставляли желать лучшего. Однако никому и в голову не приходило бросить заниматься. Динамо и Цета звучало гордо, а потому число воспитанников у Арнольда Жданова с каждым годом возрастало. Занимались на танцплощадке, вот в Ленинском саду, так, зимой. И это саду Фрунзе на киноэстраде. В пальто, в телогрейках, там все, перчаток не хватало, вместо перчаток одевали эти вот, как говорят, шапки-ушанки старые, да, завязывали и работали, там все это прочее. И результаты не заставили себя ждать. За годы работы Арнольд Жданов подготовил 30 мастеров спорта, около 100 кандидатов в мастера спорта, 500 спортсменов массовых разрядов. Они достойно представляли Оренбуржа и общество Динамо на всевозможных боксерских турнирах. Передницу города, передницу области, так, ну это много перечислять можно будет. Ну, самое крупное соревнование, это значит, после области, это зона Урала. Вот зона Урала ребята выигрывали по нескольку раз, так. Зону Урала выиграешь, попадаешь на передницу России. Передницу России выиграешь, попадаешь на передницу Советского Союза. Вот такая ступень. Ну, если коротко, значит, там все. Ребят было много, очень много хороших, талантливых ребят. Сейчас талантливых ребят не меньше, вот только условия для занятия на Динамо с каждым годом ухудшаются. Расположенный в центре города стадион многие десятилетия был меккой для легкоатлетов, боксеров и стрелков. Здесь проводились соревнования по пожарно-прикладному спорту. Сейчас объект находится в удручающем состоянии. Беговые дорожки не соответствуют стандартам, трибуны буквально разваливаются. Стадион посетили губернатор Юрий Берг и председатель Всероссийского общества Динамо Владимир Проничев. Здесь живет 600 тысяч человек. Какой должен быть здесь? Минимум 5, да. Также исходя из этого, что-то. Ну, это же областной центр. В начале июля Юрий Берг возглавил попечительский совет региональной организации физкультурно-спортивного общества Динамо. Тогда губернаторам была поставлена задача в минимальные сроки составить график выполнения работ на стадионе и изыскать финансирование. После непосредственного знакомства с объектами состоялась рабочая встреча по вопросам реконструкции спорткомплекса и дальнейшему развитию материально-технической базы Динамо. На стадионе регулярно занимаются сотрудники правоохранительных органов, учащиеся различных образовательных учреждений и спортивных школ. Спорткомплекс имеет универсальный спортивный зал, тир, сал, самбо, зал бокса, футбольное поле, беговые дорожки, летнюю баскетбольную площадку. Однако все сооружения 69-го, 75-го годов постройки и на сегодняшний день не отвечают требованиям, предъявляемым к современным спортивным комплексам. И все, Владимир Борисович, здесь вот планировали мы 100-метровый киров, в области нет нормального 100-метрового кирова. В общем, по итогам осмотра иллюзий у проверяющих не осталось. Стадион нужно капитально реконструировать. Я вам могу сказать, что нужно совершенствовать, и при чем значительно. Правда, какими средствами совершенствовать пока не ясно, но вопрос решают на федеральном уровне. К проблеме реконструкции Оренбургского стадиона по просьбе губернатора Юрия Берга подключился президент России Владимир Путин. Во время встречи с президентом Российской Федерации у нас состоялся разговор и по стадиону «Динамо». Есть соответствующее поручение президента, помощнику Левитину и, естественно, Владимиру Егоровичу, и мне мы будем это отрабатывать. Стадиону предстоит серьезная реконструкция, включающая работы по демонтажу существующих спортивных объектов и воссозданию спортивного ядра стадиона. Это предполагает устройство футбольного поля с искусственным газоном, беговых дорожек с искусственным покрытием, строительство новых трибун с навесом и вместимостью 5000 человек, строительство нового стрелкового тира, монтаж видео и радиотрансляционной сети, устройство прожекторного освещения стадиона, благоустройство территории, оборудование мест для парковки автотранспорта. Оптимальный вариант решения этих вопросов – частное государственное партнерство. К ремонту объекта планируется привлечь частных инвесторов и меценатов. Такая схема уже успешно опробована на примере Орского стадиона «Юбилейный». А значит, можно надеяться, что один из спортивных символов Оренбурга коллективными усилиями удастся сохранить. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...